перейдем как я учила язык язык я начала учить еще до переезда в италию то есть сначала я сама занималась дома но какие-то такие банальные вещи я сама изучила то есть здравствуйте то есть произношение я сама изучила какие-то простые слова я помню ездила в метро и на карточках себе писала слова и просто их перебирала изучала вот так вот пока ехала в метро потому что на тот момент не так много было приложений сейчас конечно это все гораздо проще вот и да и потом когда уже начались какие-то сложные темы я решила что мне нужна помощь я нашла преподавателя замечательного преподавателя из екатеринбурга юля и мы с ней занимались по skype это был у меня первый опыт вообще занятий по skype конечно было непривычно потому что ты не чувствуешь как бы не видишь человека да я начала учить до знакомства нет не до знакомства с мужем а после знакомства с филиппа потому что я помню моей мотивации это было то что я должна была лететь в италию и знакомиться с родителями филиппа и мне было неудобно что я буду сидеть и молчать поэтому я решила ну как уважение к ним мне надо более-менее какие-то фразы выучить ну и вообще как-то начинать учить этот язык раз разговор шел о переезде в италию вот и с юлей мы занимались наверное больше полугода по skype и это было конечно сначала было не тяжело а потом мне очень понравилось потому что я могла сидеть дома чуть ли не в пижаме вот и заниматься итальянским языком мне никуда не надо было ехать это очень удобно на самом деле надо просто привыкнуть к занятиям именно онлайн вот и благодаря июле действительно я уже в италию приехала с уровнем владения ну вот таким вот b1 то есть начальный b1 у меня был и и в принципе она мне очень помогла и она конечно это был такой преподаватель очень требовательный то есть поблажек никаких не было то есть как бы и например я помню свой ужас когда через три или четыре месяца после начала изучения итальянского языка юля мне говорит ну окей к следующему уроку напишите мне где и из 10 предложений текст что можно посетить в екатеринбурге ну ваша филиппа приезжает вот вы напишите я была просто в шоке потому что я особо писать ну вы знаете разговорный язык и язык письменный это очень сложные это два разных понятия вот и поэтому как бы мы с ней так активно занимались вот когда я приехала в италию мы с юля уже не занимались потому что ну меня просто времени не хватало и здесь уже в италии и ну и в принципе мы решили что наверное мне нужно будет сосредоточиться уже на том чтобы больше общаться с носителями языка вот и когда переехала в италию я пошла в общем при одной церкви в вероне есть волонтеры пенсионеры и они занимаются итальянским языком абсолютно бесплатно с иммигрантами то есть там например не надо было никаких документов подтверждающих мою легальность то есть мое легальное нахождение в италии то есть я должна была просто там в определенные дни приходить и занималась с этими бабушками и дедушками было очень классно потому что для меня это был новый опыт я встречала людей из разных стран и церковь называется сан джакума находится в районе боргу рома вот может быть еще где то есть но там такая и я говорю то что занятия в этой церкви были очень интересны потому что я встречала людей из разных концов света то есть там были например китайцы были жители африки и я помню как нам дали задание с одним мужчиной ему было уже наверное за 50 лет он был из ганы и нам дали с ним задание нам нужно было что-то там нам дали книжки бесплатно и в книжке надо было заполнить там пробелы что ли пропуски какие-то я уже не помню точно вот я быстро сделала то есть вообще без проблем и когда я подняла на его глаза чтобы спросить проверим как бы нам надо было между собой проверить ошибки то я увидела то что он с трудом сидит и выводит буквы то есть я понимаю то что какая разница между мной и этим мужчиной что он свои 50 лет допустим с трудом выводит буквы и мне как бы это это были такие эмоции конечно очень странные отчасти печальные но не знаю было мне очень интересно с культурные с точки с зрения ходить на эти курсы вот потом на лето пенсионеры закрыли свою школу вот там кстати у них школа еще и они с детьми тоже как бы которые в этом районе в основном дети иммигрантов пока родители на работе они с ними занимаются после школы вот и потом на лето они закрылись и я увидела объявление что в вероне есть школа верон это чем-то вентиного верон это 128 и они делали хорошие скидки для резидентов то есть я была уже на тот момент резидентом вероны и я платила вместо 450 евро за месяц я платила половину суммы и занималась каждый день по три часа сразу скажу ходила всего два месяца на такой интенсив потому что учить каждый день по три часа итальянский язык это конечно полный кошмар просто вот ну там тоже очень много знаний мне дали очень хорошие преподаватели это школа которая работает только с теми кто живет ну то есть они не работают с иностранными студентами которые там хотят например приехать на три недели поучить итальянский язык то есть у них как бы нет никаких условий там например они не ищут проживание они его не предоставляют то есть как бы если вы приехали вероны хотите там пойти в школу то вам надо будет ну вот именно в эту школу то вам надо будет подумать о жилье самостоятельно но и также они не помогают в плане документов вот и в чем был плюс этой школы в том что группы были вообще маленькие то есть например я платила вот эти вот 200 там чем-то евро и вообще неделю я ходила заниматься одна потом ко мне присоединилась девочка из америки из нью-йорка и мы с ней ходили вдвоем за вот эти вот деньги каждый день это мне кажется очень круто потом я стала ходить в эту школу всего два раза в неделю платила по моему 80 евро и нас в группе было три-четыре человека вот и все время новые задания то есть у нас не было повторение материала вот и мне очень нравилось и так я наверное в школу в эту ходила года два сейчас я не хожу никакие школы не занимаюсь по skype единственное я подписана в инстаграме и в телеграме на каналы преподавателей итальянского языка и там я черпаю информацию потому что не знаю как у других но когда ты перестаешь заниматься каким-то языком несмотря на то что я живу в италии все равно у меня многие моменты я начинаю забывать начинаю делать ошибки вот и у девочку преподавателей да я какие-то нахожу интересные моменты либо там вспоминаю что я давно не использовала такое-то 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 правило вот ну а еще есть вопрос такой знаменитый когда я когда я начала говорить на итальянском языке смотрите когда я приехала в италию 30 марта 2014 года до сентября 13 года мы общались дома на английском языке с родителями филиппа я пыталась там как-то общаться на итальянском языке с друзьями даже друзей там например сходить на ужин филиппа искал так чтобы кто-то хоть как-то говорил на английском языке чтоб я не сидела и не засыпала вот а потом в сентябре причем знаете еще были такие провокации нам все говорили хватит говорить на английском языке приходите на итальянский вот на такие провокации тоже не надо поддаваться потому что это такой прессинг моральный вы сами вы сами придете к тому моменту когда вы захотите говорить на итальянском языке даже ошибаюсь вот не надо никого слушать когда там все начинают лезть со своими советами вы сами должны в какой-то определенный момент принять прийти к тому решению что все я буду пытаться с ошибками и так далее говорить на итальянском языке знаете у меня есть один друг итальянец который мне когда-то сказал он говорит ты знаешь когда человеку надо он тебя поймет когда ему это не надо он тебя не поймет поэтому как бы всегда будут те люди которые вас поймут и те люди которые не захотят воспоминять знаете бывает приходишь какое-нибудь учреждение государственное они начинают там а а и ты просто но или в магазине там знаешь делают вид что они не понимают ваш итальянский в этом случае мне всегда помогает русский язык я перехожу на русский язык говорю так и так мне надо то-то то-то у них вот такие глаза они не ожидали они думали то что сейчас они будут как бы отрываться на мне а тут я к ним по-русски они такие maybe you speak english нет я говорю по-русски либо по-итальянски и они сразу вспоминают итальянский язык и начинают уже сразу же с тобой нормально общаться вот все поэтому это тоже была моя ошибка слушать людей которые мне говорили что надо срочно переходить на итальянский язык и это был дополнительный моральный прессинг вот это одна из ошибок вторая ошибка заключалась в том что я боялась делать ошибки не бойтесь не бойтесь делать ошибки даже сейчас я говорю на итальянском языке с ошибками и меня понимают то есть понимаете и и вообще нет людей которые говорят без ошибок но даже сами итальянцы ошибаются да даже мы русские в русском языке допускаем ошибки даже в момент говорения поэтому вы сами подумайте человек который родился в стране и учил на там например ну какой-то язык там всю свою жизнь и человек который переехал и начал учить этот язык мне кажется что разница большая согласитесь поэтому никогда не бойтесь совершать ошибки это вообще кто-то не совершает ошибок не идет дальше вот и еще одна ошибка не поддавайтесь на вот такие провокации когда там делают вид что вас не понимают переходите на русский язык и это бы не то что вы плохо воспитаны на самом деле нет не понимают они ваш итальянский язык пусть напрягутся и поймут русский вот и все вот такие так что про вот так что про итальянский язык надеюсь все понятно вот но я еще раз повторю что я до сих пор изучаю итальянский язык а еще такой момент я когда переехала я начала смотреть телевидение сразу предупрежу что лучше смотреть передачи для домохозяек в этих передачах не матеряться потому что как-то раз я посмотрел какие-то политические дебаты не знаю почему я не могла уснуть это было вечером и в итоге на следующий день я филиппу говорю ой ты знаешь я слышу такое красивое слово я ему говорю это слово а у него такие глаза он говорит никогда никогда не произноси это слово он говорит девушки не должны говорить эти слова вот поэтому как бы есть тот такой момент что на телевидении не все запикивается поэтому какие-то такие словечки не очень красивые для девушек они проскальзывают вот поэтому помните передачи для домохозяек либо какие-то такие сериалы знаете типа не знаю я смотрела дон маттео благодаря сериала дон маттео я открыла для себя регион умрия и очень его люблю вот мне кажется про итальянский язык все так сейчас я быстро вопросы посмотрю так а начала учить до знакомства с мужем да у вас есть водительские права расскажите как все происходит в италии да у меня есть водительские права если в других словах жителям россии ну вообще у кого граждан российское гражданство нужно права получать через год через год после того как вы получили первую резиденцию если я не ошибаюсь и вы заново идете сдавать теорию и практику сразу говорю я сдавала на права итальянские знала не очень хорошо вот и я ходила наверное к теоретическому экзамену я готовилась месяца три-четыре вот но потом уже когда вы выучили всю терминологию вот то на экзамене по вождению уже нет проблем потому что вам там говорят поверните налево поверните направо припаркуйтесь и вы уже эти слова знаете из экзамена по теории поэтому добрый вечер какой хороший вечер милой сан рэма да кстати нам надо успеть до того как начнется трансляция сан рэма о с юля уже у нас даже есть общие студенты ой люди кто занимается с юлей итальянским языком как круто бойфренд иностранец лучше мотивация изучать язык да еще было бы хорошо чтобы эти бойфренды иностранцы изучали наш язык потому что иногда я устаю говорить только я на итальянском потому что филиппа не хочет учить русский язык по скайпу самые эффективные занятия для развития разговора о людо привет это кстати алюда преподаватель итальянского языка на чьи каналы я подписана в телеграме и в инстаграме вот она подтверждает здравствуйте дайте ссылку на юлю плюс так ссылку на юлю напишите мне пожалуйста в директ и я вам скину ссылку на юлю так вот координаты июля да напишите мне пожалуйста в директ с бабульками если про школу вопрос туристами можно или только иммигрантами на не знаю если идти к волонтерам то мне кажется можно и просто если вы турист к ним прийти но они реально им они очень добрые люди и всем помогают много индусов и афроамериканцев не знаю вероне вообще много всех так здравствуйте ходить по улицам чуть дальше от центра ну смотря да если в я венте сетембро то страшно ходить у стадиона тоже страшно ну вот я не советую вероне ходить по ве венте сетембро и ну и в районе стадиона все остальные ну не знаю про какие вы сейчас районы говорите просто покупая недвижимость и страшно купить рядом с иммигрантами слушайте ну вот честно рядом с иммигрантами ну вы что же будете мигрантом как бы ну не знаю я поэтому как бы я тоже я я никогда я себя всегда иммигрантом называю поэтому как бы да есть разные улицы но говорю белый венте сентембро не покупайте ваш совет как эффективно поднять разговор на итальянский если я живу сейчас россия сушки но если вы сейчас живете в россии я бы на вашем месте поискала какие-то разговорные клубы с носителями итальянского языка я точно знаю что такие есть москве и мне рассказали что такие есть екатеринбурге и если есть в екатеринбурге я думаю что в других крупных городах они скорее всего есть если нет то я бы посоветовала вам найти преподавателя итальянского языка носителя это очень помогает сначала сложно честно потом все как по маслу два не грони и мой итальянский понимать все но после двух не грони поймут и русский что не надо слушать других правильно как все знакомы особенно старики и правда мне кажется реально надо раскрепощаться для итальянский для итальянцев русский вообще не подъемный вы знаете вот не согласна я знаю одну девушку у нее муж говорит так говорит на русском языке и еще одну девочка с одной девочкой знакома она тоже так круто говорит на русском языке практически без акцента но сложно русский язык мило скажи что лучше быть частным туристом в италии или жить в италии всегда мучает этот вопрос ну на самом деле честно не стоит путать иммиграцию с туризмом это две разные вещи и наверное лучше быть туристом в италии ну это мое личное мнение и как бы она может не сходиться с сомнением других вот но честно я бы в италии не хотела жить так поживите полгода а хороший совет поживите полгода в съемной квартире понравится купите да как вариант либо просто можно приехать верона допустим там на месяц и просто изучить все районы например посмотреть где продают жилье вот и просто посмотреть районы как они нравятся или нет зайти там это тот же самый какой-нибудь местечковый бар это показатель того кто живет в этом районе вот просто утром идете в кафе там в бар кофе попить и смотрите на контингент это прям мне кажется такая лакмусовая бумажка язык жестов никто не отменял правильно альбина это самое самый лучший язык жестов к счастью меня всегда понимали ну повезло жить не хочу приезжать иногда самый лучший вариант меня начали ребенок из права но сидичи бичик лето какой ребенок образованный верно про ошибки провокации спасибо чао мануэла про передачи для домохозяек да я ученикам даю до самая крутая передача для домохозяек дэтофат то называется мультики мультики я смотрела пепа пик после пяти серии я поняла что там все время одни и те же слова про сериал отдельно окей ладно про сериал напишу водительские права это жесть маша медведь и обдираловка здравствуйте обдираловка кстати у меня если кто в вероне и нужна автошколу и могу подсказать куда ходила я там не обдираловка там реально не меня не развели на деньги и всегда помогали с экзаменами и вообще морально поддерживали медицина в италии да мне кажется как в россии хороших врачей тоже надо искать то есть не знаю но мне повезло со стоматологом тьфу тьфу и с парочка других врачей поэтому если вероне кому-то нужен нужны контакты стоматолога могу дать с филиппа была любовь с первого взгляда нет не было любовь с первого взгляда я по-русски ну альбина вы по-русски лево-право путаете а представляете я по-английски лево ой по итальянски лево-право путаю и по-русски тоже это было очень спешно на экзамене потому что сидел директор школы и показывал мне ну чтоб не видел экзаменатор когда надо налево когда надо направо знаю эту особенность а саша как найти юля напиши мне в директ я скину ссылку старые итальянские фильмы отлично помогают в изучении языка особенно с члендану все отлично оля спасибо во сколько с анрема начнется с анрема в россии по моему в 2230 канал время так мне мне 30 лет он не вижу тебя смайл окей если имеется ввиду мигранты беженство они сейчас к сожалению везде значит реально сдать на вождение с б-1 не заливают я же водить совсем не уме ну смотрите с б-1 можно сдать там реально надо наверное знать вопрос ну слов 40 в эти слова если вы каждый день будете заниматься решать вопросы вы их быстро выучите и все вот а потом когда вы сдадите теоретический экзамен вам дадут такой гламурный листочек розового цвета он так называется фоли роза и вы сможете водить вашу машину но в сопровождении человека у которого водительский стаж составляет более десяти лет поэтому я ездила с филиппа еще дополнительно они только платила деньги инструктору вы живете в центре нет я живу в двух километрах от центра верона заваливать при вождении но я бы не сказала что они заваливают при вождении просто у них субъективная оценка вашего вождения потому что в россии например ну когда я сдавала 10 лет тому назад было такое пять пунктов там заглохла машина по моему три пункта поворотник не включил два пункта пять пунктов остановил машину и вышел здесь я не знаю то у них руки на руле трясутся и не сдал то еще что то я один раз завалилась только лишь потому ну я сама ступила честно меня никто не заваливал чем меня покорил филиппа пять лет назад наверное своей честностью и он далеко не глупый человек была бы мотивация но русский учит и при не титанических училия получается отлично у меня тоже стоматолог золотой а можно ли быть резидентом одного региона италии сдать на права в другом регионе италии я не знаю надо узнавать вы можете зайти в любую ближайшую автошколу и задать им этот вопрос дальше даже привет ну смотри у меня чистка у стоматолога обходится в 50 евро по моему один раз я делала пломбу но мне просто переделывали без анестезии без всего 80 евро я заплатила вот зуб мудрости удалением 150 но мы потом собираем чеки и филиппа как-то с налогами возвращает в италии по какому каналу транслирует sanremo честно не знаю попробуйте наверно рай 1 рай можно ли открыть счет в банке если прилетает туристом на неделе есть ли особенности ничего не могу сказать про открытие счета в банке туристам привет привет что-то андреа со светой нет ну да 50 евро чистка вот значит мы с вами обсудили мой переезд итальянский язык сейчас я быстро выйду привет я быстро завершу этот эфир я его сохраню алина привет